Дискуссия о целях образования происходит в нашем обществе уже достаточно давно. И при этом, поскольку общество само меняется, задачи его развития меняются, ориентиры меняются, то естественно меняется представление о том, как это образование должно реформироваться. То есть мы находимся в процессе постоянных реформ, и при этом цели этих реформ у нас тоже постоянно изменяются, постоянно модифицируются. Что здесь можно выглядеть в качестве основных точек зрения, на наш взгляд, на которых классический подход, связанный с тем, что образование это своего рода... Чуть-чуть лучше, я уже, наверное, стараюсь. Связанная с тем, что главная цель образования это все-таки некое возделывание души, чем сегодня здесь уже вспоминали, культура аниме. Хотя, конечно, при отсутствии определенной, ну что ли, телеологии образования, оно может превращаться в некую дружную бесконечность, то есть превращаться в цель саму в себе и в образование ради самого образования. Конечно, именно по поводу этого и возникают многие дискуссии, много возражений, и так называемый практикоориентированный подход, который сегодня столь популярен, он, очевидно, вызван именно с этим, именно с определенной неудовлетворенностью, скажем так, фундаментального или, по крайней мере, классического образования, как оно существовало, в частности, в Советском Союзе. Другая часть участников в дискуссии считает, что образование должно исходить из целей развития общества. Даже если при этом мы добавляем, что цели эти должны быть не надуманными, а реальными, с проектированными с учетом существующих практик, общественно-образовательных приоритетов, тем не менее здесь нужно быть очень осторожными, потому что, с нашей точки зрения, рынок может быть ориентирован в образовательные стратегии, но уж, конечно, никак не способен формировать философию образования. Ну, прежде всего, потому что календура ОРНТ меняется намного быстрее, чем, будем реалисты, образовательные программы, и особенно в сфере фундаментальных наук. Ну, и кроме того, потому что рынок по определению, он интересуется образованием как средством производства или как прибылью, но никак не целью, тем более не целью в земле. Наконец, третье считает, что образование должно служить прежде всего целям саморазвития личности, ее психологическому благополучию, социальной отмеченности, самоактуализации. Ну, потому что мы знаем, что мотивированная к саморазвитию личность это самый лучший сотрудник, это самый лучший учащийся, и принятие такого подхода может считаться продуктивно также в социально-практическом смысле. Последний из этих подходов нам описывался, в принципе, как достаточно привлекательный, может быть, даже наиболее привлекательный. Однако вопрос заключается в том, можем ли мы предложить не только более целостные подходы, но также и некую жизнеспособную философию образования. В повседневном дискурсе понятие образования чаще всего сводится к процессу передачи и усвоения знаний, которые осуществляются в специальных образовательных учреждениях. Даже тогда, когда говорится о неком домашнем образовании, когда говорится о дистанционном, электронном образовании, мы все равно себе представляем образование как четко органифицированный процесс, который определяется временем, он определяется длительностью, целью, методиками, иногда даже методологией не пускай, но тем не менее всегда имеет какие-то осязаемые, прежде всего, институциональные характеристики. В условиях постоянно увеличивающего свои темпы технического прогресса, быстрых социальных изменений, увеличения средней продолжительности жизни, рамы людей, вынужденных мер экономии в государственных масштабах, появляется концепция так называемого непрерывного образования, или же образования на протяжении всей жизни. Его можно определить как неограниченное во времени добровольное образование, основанное на самомотивации. Будучи, по-моему, конечно, общественно детерминированным, это понятие создает важную возможность обсуждения его личностного и трансперсонального измерения. Дело в том, что беспрецедентные возможности мобильности современного человека, неограниченные для коммуникационных возможностей, глобализационные процессы вынуждают меняться на глазах даже самые традиционалистские общества, в том числе, которым по многому можно отнести и Россию. В условиях повседневной поликонтактности жизни, в мегаполисе, медленном, растущей экономической состоятельности, в социальной независимости женщин, существовавшие веками форма и семейные иерархии, отношения все чаще проявляют свою несостоятельность. Информационно-коммуникативные технологии меняют способы организации рабочего графика. Самые представления о работе, как о четко выделенном периоде и виде деятельности, изменяются в пользу большей гипности, трансформированности и индивидуализации. Сегодня все меньше и меньше работодателей интересуются тем, чтобы сотрудники сидели на конкретных рабочих местах, тем более, что в связи с экономией повсеместной гораздо выгоднее и опять успела выложить на плечи самого работающего. То есть так, как мы знаем из формационного подхода парламентса, тогда подход очень простой. Мы все время стремимся к тому, чтобы как можно меньшее количество затрат положилось на плечи самого предпринимателя. В этом смысле рабовладение было чертовски неэффективным способом экономической деятельности, а капитализм, очевидно, оказывается одним из наиболее эффективных способов. Ну и тем более сегодня, когда не нужно организовывать нам никаких рабочих мест, мы с увлечением смотрим на то, как можно работать, сидя на пляже, сидя где-нибудь в беседке, дистанционно, можно таким образом лекции читать, собственно говоря, не пережить, проблем нету и как это и происходит, можно заниматься бухгалтерскими отчетами. Поэтому сегодня в этих условиях меняется наше представление в образовании, именно как уже теряющим отчитание такой институциализации. Сегодня все меньше и меньше, хотя у нас постоянно вывешивают рейтинги каких-то образовательных учреждений, мы видим там традиционные, естественно, MIT, Гарвард, Кембридж, Оксфорд и так далее, и туда сейчас упорно пытаются входить российский вуз, в общем-то не всегда задаваясь вопросом, а нужно ли это делать именно в таком формате? То есть нужно ли стремиться к построению такого идеального учреждения образования? Потому что сегодня еще раз работодателей больше интересуют вопрос, что ты умеешь делать? Недавно я общался с руководителем отдела кадров, Айчанка, одной крупной фармацевтической, на самом деле, международной фармацевтической компании, спрашивал, как что, скажи, пожалуйста, где нужно учиться для того, чтобы работать у тебя? Он говорит, ну не знаю, где учиться. Я говорю, ну какой университет? Вот такой, какой, так он говорит, так мне не важно. Что человек умеет делать? И в этом смысле научился он это делать в будке, научился он делать это в мединституте, научился он делать это на сайтах Пурсера или в YouTube и совершенно никого не интересует. Либо сам построил какую-нибудь могильную лабораторию. Наконец, пересмотр традиционных представлений также о нормативности в области сексуальности, гендерной революции, если вы не вспоминали про гендерный контекст, которые происходят на наших глазах, они оставляют очень мало шансов на сохранение представления личности, как о достаточно четко описывании ядре, который состоит из каких-то объективных, социальных, социометрических, психометрических характеристик, которые обладают однозначной социальной, политической, религиозной, гендерной идентичностью. И тем не менее, в принципе, доклада «12 решений для нового образования», которое было представлено не так давно в нашей школе экономики, вот понятия личности вообще отсутствуют просто. Понятие человек как общее понятие. Фигурины только как часть понятия человеческий капитал. 17-го года. В самом докладе авторы упоминают о новых условиях развития личности, без уточнения, о чем идет речь, а дальше просто уже в контексте разговора о стоимости программ, направленных на развитие личностных и метапредметных компетенций. Ну, не хватало здесь только еще говорить об универсальных учебных действиях, когда спрашивали преподавателей начальной класса, что такое универсальные учебные действия, и как все это опять-таки соотносится с тем, что вы кто-то что говорили, по поводу процессуальности, по поводу личности. Так это все, упоение чемпионатами, WorldSkills и прочими вещами, где как раз нужно показывать навыки. Все это сводится к тому, что по сути дела о каком образовании идет речь. Как в том анекдоте, тут не надо думать, тут привык надо. Функции трансмиссии, трансляции знаний, в том числе научного знания, социального опыта, которые на протяжении тысячелетия вставались главной функцией образования, сегодня, конечно, эти функции не могут оставаться ведущими. Идеи внедрения индивидуальных образовательных траекторий инклюзивности образования. Без радикальной смены мировоззреннических основ самого образования является, в наш взгляд, очень малоубедительной попыткой ответить на упрек в современной образовательной системе в опредмечивании человека, представлении его в качестве средств для достижения образовательных целей или освоения им определенных компетенций. Другой путь, другой подход возможен, например, если мы считаем, что образование, я не говорю, что это единство возможных, но возможных, как антопоэтический путь конструктивного разворачивания человека, разворачивания жизни, в процессе которого происходит трансформация того, кого мы образовываем, а также, естественно, трансформация того, кто образовывает. Происходит актуализация его потенциальности в непрерывных выборах или определении в процессе его самоинтелегуализации. Поэтому задача образования сегодня служит не столько каким-то проводником этого слова «эдухо», эдухо, 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 человека в мире компетенций, существующих отношений, сколько быть именно практикой трансцендирования и коммуникативности. Когда сегодня говорят, например, о информатизации, образовании, использовании новых технических средств, то нужно понимать, что это делается, опять-таки, не для удобства контроля, например, в существовании технических образовательных программ, не для удобства учета деятельности как студенток или обучающихся, так и преподавателей, а должно рассматриваться как развитие личности и возможностей индивидуи. Вот это разумея свои интеллиги, не абстрактное воспитание гармоничного развития личности, обучение конкретного индивида способности достигать гармонии самих собой не только в виде конечного результата, но и в качестве повседневной, ежедневной работы. К сожалению, этим вещам мы почему-то до сих пор никак не учим и не пытаемся это делать в большинстве случаев. Так вот, по поводу трансцендирования коммуникативности, самое главное и самое сложное заключается в том, чтобы такая личность была устойчива, но при этом чтобы у нас не было одновременной попытки создать какой-то новый обязательный яхрь, какую-то новую референциальную структуру, по отношению к которой он себя будет чувствовать, допустим, защищенным, реализованным и прочим в виде какой-то социальной или личностной идентичности. В области скажем, философии образования мы можем предлагать обратиться к так называемым радикальным педагогикам и к феминистским педагогикам в том числе, в области философской антропологии и психологии личности к теориям текущей генетичности, в области нейрадиологии мы должны упоминать различающихся и различающихся филогенезии различных отделов мозга для того, чтобы просто человек понимал почему с ним происходят те или иные события, почему мы вроде бы образованные высококвалифицированные интеллигентные люди иногда испытываем такой эмоциональный бандитизм со стороны нашего мозга, мы себе говорим, что это нехорошо, это неправильное чувство, нехорошее, это древность, это зависть, это злость, это агрессия, но тем не менее справиться мы с ними не можем, потому что мы считаем, что мы как-то есть, мы как цельные какие-то. Насколько мы являемся цельными, насколько мне является картиной некоторой, которой было бы удобно нам всем верить. Если мы знаем, что у нас есть то, что головной мозг человека это практически три, ну не то чтобы разные структуры, но структура многоступенчика, которая формируется на разных этапах эволюции, и соответственно у них разные задачи, вот поэтому мы испытываем на себе давление этих совершенно разных сил. И вот научиться контролировать так, чтобы вот наш так называемый социальный мозг все-таки включался в работу вовремя, а не тогда по спавкам, когда мы уже говорим зачем я все это делал, зачем я все это вытворял. Вот это как раз очевидно одна из важных функций образования, о которой опять-таки мы, как правило, ничего не говорим. Вот, собственно говоря, и все, что я хотел сказать с моей точки зрения образовательной практики, которые помогают индивидуам становиться более сознательными, осознанными, коммуникативными личностями, они также способствуют созданию более сознательных и жизнеспособных социальных обществ. Спасибо большое. Спасибо. Коллеги, какие у вас есть вопросы? Возвращайтесь, пожалуйста, задержание понятия коммуникативности в данном месте. Я бы еще продолжу, потому что вы употребили в докладе словосочетание «трансцендентирование коммуникативности». Я как-то вот не так записала или тему, по которой мы не так отразили в программе. Это в теме. А вот в докладе было «трансцендентирование коммуникативности» не было. А «трансцендентирование» «трансцендентирование» коммуникативности не было. Ну, давайте, чтобы я не копался сейчас в файл, как я не могу сказать. Да. Окей. Первый вопрос был, пока вы... Бimagin�ативность. Затем коммуникативное сознание. Хорошо. Общая или очень простая. Нас учат к тому, что взрослые человек – это человек, который не нуждается ни в каком другом. Чем более взрослыми и самостоятельными мы являемся, тем более автономными и так далее. Взрослый человек – это человек, который ни в каком не нуждается. С точки зрения современной нейробиологии – это полная гумкости, потому что вижение ом decade чтобы общаться друг с другом. Однако наша система образования ориентировано все равно на то, что я один индивидуально воспринимаю какую-то информацию. Вот поэтому я и говорю о том, что нужно коммуникативное сознание, нужно формирование навыков коммуникативного сознания. В частности, в виде там, в принципе, командных видов деятельности, в виде общения, в виде совместно переживаемых практик, эстетических практик, практик искусства и прочее, которые должны туда вводиться. В том числе, сюда пускай будет и вальдорфская педагогика входить тоже. Мы сегодня здесь уже об этом упоминали. Что касается практик, безусловно, это разные вещи. Я не знаю, у меня не прикольный голову трансцендирование коммуникативности, это было как-то слишком. Можно подумать, конечно, сыграл какой-нибудь получой, но получой не такой. Но никто в этом случае. А так трансцендирование в смысле вынесения, естественно, мы должны понимать, что, во-первых, я выношу смесы своей деятельности за пределы самого себя, потому что иначе это неинтересно. Но с другой стороны, чтобы все не опиралось в то, что у нас формируют, как сегодня уже говорили, социально значимые качества. Когда слышат о выражении, меня подбрасывают. Спасибо. Еще вопрос. Да, я хотела защитить наше образование. Оно, как мои стыки, никогда не навязывало идею о том, что раскидкационует. Вомогно, что в одном из программ, современное образование и науке, сидят и обучение, и воспитание. И если обучение действительно на малюю и компетенцию заводится в том числе и в автономной практике, то воспитание, наоборот, всецелую члену тому, чтобы поддерживать взаимозависимость нашего человека, поддерживать друг друга и друг друга. Поэтому, когда вы говорите о образовании, вы как бы выложите зашлое специальности, потому что этот цель администрировался, может, ей могут, где-то, кто может. По крайней мере, я не могу. Но не практикуется. А невозможно не практиковать. Ну, не очень даже возможно. Коллеги, не очень понятно, на каком уровне, так сказать, на концептуальном или на уровне практики. Может, поэтому и возить на какая-то дисциплина. Не очень важно, и воспитание действительно на этом причине. Но насколько это осознанно тем, что вы говорите в конструктивной позиции, это все правильно. Будет отличить. То, что на уровне практики это осуществляется, безусловно, да, мы сегодня тоже на первом заседании первой секции слышали по поводу воспитания патриотизма как одной из целей, которой у нас сегодня делается много внимания. У преподавателей школы было. Но речь идет о том, чтобы у нас это воспитание, у меня такое ощущение, что главная его задача, чтобы человека сдерживать, да, вставить в такие вот это нельзя делать. Вот чтобы воспитание, оно было изнутри, чтобы я делал что-то. Вот тут я с вами спрашиваю, согласен. Тогда, спасибо. Еще вопрос. Поделитесь, поделитесь, все равно надо. Тогда у нас получается, что если мы развиваем коммуникативность, да, то есть вот у нас какой-то класс, у нас есть там дети, допустим, 25 человек, и мы хотим, чтобы они были не просто, да, там, эгоисты, индивидуальность, чтобы только была в них развита, но и какие-то коммуникативные задачи. Тогда возникает вопрос, а как же их не сдерживать? Вот патриортизм, да, он объединяет, появляется коммуникация, какое-то обобщение, но вы говорите о том, что это какие-то рамки, а как же тогда мы их будем объединять, если нет рамок, мы же не можем вам сказать, дети, идите, делайте что хотите, главное вместе, нам нужно их как-то в одной эстезе держать, чтобы объединение шло в каком-то правильном русле. Правильно. Простите, поскольку мы все-таки не философно по пути, я хочу спросить, а правильное русло это какое? Правильное русло это, которое впоследствии сделает человека, способного взаимодействовать с другими людьми, которые знают понятие патриортизм, которые способны что-то об этом сказать. И правильное русло это то русло, которое не противоречит каким-то моральному правовым нормам, потому что если мы классу девятому скажем, дети, идите вместе, мы хотим, чтобы у вас был коллектив, вы главное нам фотографии пришлите, они пойдут, ну, куда, нужно их направить. Правильное любовь, вы мне неправильное, да? Ну, да. Правильного нет. Есть неправильные, мы их избегаем. Я, конечно, понятно, что есть опасность девятного и девятного поведения, все это ясно. По поводу того, куда они пойдут, что они будут делать, у вас сидите, делайте что-нибудь, что-нибудь вместе. У нас уже здесь, под самым вопросом, вы уже их воспринимаете как людей, которым нужно, наконец, вступать в взаимодействие. Вы сказали, которые потом будут взаимодействовать. Они не потом взаимодействуют, они уже сейчас взаимодействуют. Они с рождения взаимодействуют. Просто мы все равно продолжаем формировать в человеке вот эту личность, мы говорим, эго, 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 вот ты, вот я и так далее. Вот это эгоцентричное, эго-логическое сознание, вот об этом речь идет, о преодолении именно вот этого. И тогда нам будет проще бороться с этим самым национальным бандитизмом, о котором я говорю. Внутри каждого человека. Спасибо. Давайте последний вопрос и будем завершать. А, вот я говорю, что по вашим словам может получить становящаяся личность в подозначении, так сказать, грандикальной салатурки, например, салатурки, салатурки, салатурки. Спасибо. Здорово. Становящаяся личность. Она у нас всегда становится, в курсе обществе сознания, которое я безумно люблю, в колечках, мы всегда обсуждаем вопрос по поводу того, что такое личность, и время-беременность студенты выдастся в интернете с ссылками на солидные учебники, фразы про то, что такой синтетически ненормальный человек личности не является, что дети личности не являются, и то, что мы никогда не себе определить временной параметр, когда вы личность или не личность. Вот мне обычно говорят, что личность, это тогда, когда прошла она жизнь, не пути. То есть, когда человек помер, тогда, судя по всему личности, уже и стал. Окей. Спасибо большое. Что она может получить? Прежде всего, то, что мы перестали, например, я понимаю, есть практика, да, есть концептуальные составляющие, потому что, когда у меня, например, завтра, например, сидит 100 человек в аудитории, я не знаю, каким образом их посидеть в кружок, так, чтобы не чувствовали дождение друг на друга. Но это, в частности, того, чтобы преподаватель перестал быть, а у нас считается, что преподаватель должен быть и делать из себя экспертов. Он может быть модератором, он может быть фасилитатором, как это сегодня говорится. По поводу радикальных я не говорю о самом феминизме, который, собственно говоря, что, собственно, феминизм такого. То, что у нас сегодня здесь большинство женщин, особенно здесь и женщины, потому что 150 лет назад в университете мы поднагружились в одну сочетку ладжицу. Спасибо. 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 Наверное, это еще открытый вопрос, насколько радиоциализм должен быть. Спасибо.